Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос у вас большой, поэтому читать я его не буду, чтобы потом... Ну, это просто будет не очень хорошо и не очень удобно для восприятия. Вот, я буду читать и сразу давать комментарии. Я его уже прочитал и не буду перечитывать вслух. Сразу хочется отметить, прежде чем начать, что вы спрашиваете довольно конкретную вещь. Но почему-то при этом, как бы, описываете очень много всего. Да, здесь и отношения с мужем, здесь и отношения с мамой. Вот. И, соответственно, это как-то не складывается в какую-то такую единую, я бы сказал, картинку. То есть, есть ощущение, что посредством самого текста вы хотели сказать одно, вот. Но потом как-то вот сформулировали просто вопрос свой, вот. И, в общем-то, всё. То есть, чтобы не было, ну, просто текста. Вот. Хотя, исходя из рассказа, я бы как-то вот сказал бы, вот, что вам бы просто признать, что наличие у себя... серьезных внутренних конфликтов, вот, и противоречий. А также, ну, как бы, неумение, наверное, обращаться, ну, как бы, со своими чувствами. Вот. Это то, что непосредственно я хотел бы, ну, как бы, обратить ваше внимание то, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Еще один момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание заключается в том, что... вот вы говорите об одном, да, потом вы как будто бы сразу перескакиваете на другое. То есть, эээ, вот, вроде как, ну, в начале, да, вы говорили про маму, потом вы как-то перешли на мужа, или... вот, есть, эээ, такое ощущение, да, эээ, что вы как будто бы, эээ, ждете, эээ, ну, постоянно ждете, эээ, поводь, что люди, эээ, как-то поступят, эээ, по отношению к вам. То есть, вы ждете чего-то от мужа, вы ждете чего-то, эээ, от мамы, и не получается. Ни муж, эээ, ни муж, ээээ, как бы, ни мама, эээ, не поступают так, как вы хотите. И мне кажется, ээээ, что... вам либо это нужно признать, что люди не будут поступать так, как вы хотите. Не мама, не ваш муж, эээ, либо всегда вы будете натыкаться на эту стену. Стену обиды, фрустрации, негатива, воли какой-то. Вот. Вместе с тем, то, что вы, эээ, довольно много внимания уделяете, эээ, тому, как должны вести себя, эээ, эээ, мама ваша и муж, эээ, свидетельствуют о том, что ээээ, к себе вы не внимательны особо. То есть, эээ, вы много, эээ, внимания уделяете мужу, много внимания уделяете маме, маме, причем, я здесь говорю не про, эээ, то внимание, которое, вот, ээээ, естественно, да, для близких. А я говорю именно больше про то внимание, которое является несколько невротичным, ээээ, когда вы, по сути, за, ээээ, ну, за счет других, в данном случае за счет, ээээ, мужа и мамы, ээээ, пытаетесь решать какие-то свои проблемы. И ничего хорошего из этого не получается. Вам очень сильно мешают ожидания. Это второй момент. Третий момент. Ээээ, у вас сборная солянка сейчас из чувств по отношению к маме и по отношению к мужу. Вот. Эээ, именно что такая вот получается, именно что сборная солянка получается у вас. Эээ, что это значит? Что значит, вот, эээ, ну, сборная солянка, да? Что это, что это означает? Означает это то, ээээ, что к маме несколько противоречивые у вас, эээээ, чувства. К маме противоречивые чувства. К мужу противоречивые, эээээ, противоречивые чувства. И в итоге это рождает напряжение. Напряжение довольно, ээээ, сильное. Вот. К сожалению. Потому что чувств много, что делать с ними вы не знаете. Ээээ, некоторые вещи вами вообще, ну, блокируются, как, какие-то, вот, знаете, неподобающие, может быть, ээээ, лишние, ненужные чувства. Вот. И это тоже порождает достаточно серьёзные конфликты. Конфликты именно вот внутри вас самой. Что, в общем-то, и приводит по итогу к ситуации, где вам достаточно тяжело. Отвечая на ваш вопрос по поводу того, ээээ, как лучше поступить в ситуации с мамой, поздравлять ли её на день рождения или нет. Я думаю, что, ээээ, вот, ээээ, самым таким худшим вариантом было бы поздравлять вашу, эээээ, вашу маму, да, с, ээээ, ну, с чем-то вообще, без разницы с чем. Ээээ, если, ээээ, если, вот, ээээ, ну, как бы, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вы делаете это исключительно для себя, в надежде на что-то. Делать этого ни в коем случае не нужно, ни в коем случае. Потому что ничего хорошего из этого в принципе не получится. Вот. Если вы можете найти в себе силы поздравить вашу маму из любви и ничего от нее не ожидаем, то да, можно поздравить, ничего в этом абсолютно плохого, зазорного нет. Вот. Но. Вы не просто так спрашиваете. Вот. Вы не нуждаетесь в вашей маме, вы скорее всего испытываете перед ней чувство вины. и хотите заслужить ее прошение, ну, ее прошение. Прошение. В чем связано то, что вам так нужно ее прошение? Да? Вопрос. Чувство вины здесь обесценивание себя, мне кажется, второе первое. Второе в большей степени, первое в меньшей. Вот. Но, тем не менее. Тем не менее. Тем не менее. Тем не менее. Это если в общих каких-то чертах говорить о том, что я увидел в вашем тексте. Теперь перейдем непосредственно к самому тексту. Мне очень хотелось бы услышать меня не специалистов, а вообще человека странный. Зачем? Вот. У вас будет не один специалист, а много. У вас на момент записи ответа уже пять специалистов. Зачем? Знаете? То есть, вы не проблему, скорее всего, хотите решить. Вы хотите получить подтверждение своих действий. Вы хотите получить разрешение на что-то. Вот точно так же, как вы пытаетесь получить на что-то разрешение от своей мамы. Дальше. У нас с мамой не складываются отношения. Я бы даже сказал, вообще не найти общего языка. Но это такая очень хорошая, на самом деле, ловушка для людей, так скажем, не совсем как бы опытных. Потому что нет никаких нас. И нет никаких отношений в этом смысле. Есть, пожалуй, вы и есть ваша мама. И есть как бы то, что делаете вы в отношениях. Есть то, что делает ваша мама в отношениях. И вы как бы сами отвечаете, вы сами ответственны за то, что происходит с вами в отношениях. Вы не в ответе за свою маму. Это очень важный момент. Почему? Потому что вы обобщаетесь, вы распоряетесь. В мы нет я. В мы нет личной ответственности. Понимаете? Какая штука. Вот. На это очень важно обратить внимание. У сына в ноябре был день рождения. Собрались близкие. Мы хотели бы позвать кого-то из друзей с детьми, но дабы мамы не было недовольного лица, а те кто-то одет. Неправильно. Не дай бог. Кто-то матянулся, мы не стали их звать. Откуда такое стремление, желание быть удобной для мамы? Стесняюсь спросить. Дело в том, что когда подобная ситуация возникает, да, то есть когда мы пытаемся быть удобными для кого-то, это не приводит, нет, не приводит ни к чему хорошему. Вот. От слова совсем. От слова вообще. Вообще. И как бы то, что вы по большому счету пытались подстроиться под свою маму, а это именно так, ну как бы привело по итогу в том, что вам все равно просто недовольны, потому что человек, который хочет быть, ну вот, недовольным, да, он и будет. А человек, который хочет, ну, найти, скажем так, найти, к нему прибраться. Он это сделает. А почему вы подстраиваетесь под маму, да еще сыну и дня рождения своего ребенка? Вот. Непонятно. У мужа пару месяцев назад обнаружили грыжу, прописали лечение. Он себе откладывает его, и она знает и говорит, ваня лечит, он отвечает, я здоров как бык. Мама, да ты как бы дрыщ. Муж знает, да и все, в принципе, знают, что он худоща в этом сложении, его, естественно, очень заделали, но видео не подал. Почему, естественно? Это первое. А второе, ну, вы пишете так, как будто ваш муж знает вашу маму в первый день. Вот. Странно. Тут какой-то другой конфликт, скорее всего. Тут какой-то другой конфликт, более глубокий, но вы о нем опять же ничего не говорите. Потому что вот то, что вы написали, ну, это просто следствие. Следствие, я бы, я бы так сказал, это просто следствие. Следствие, как бы, какого-то другого, ну, какой-то другой проблемы. Вот. Но никак не, ну, вот, того, что вы описываете. Сейчас. То есть это вот очень, ну, очень важно это понимать. То, что вы описываете, никак не связано с проблемой, которую решает, ну, условно говоря, ваш муж и ваша мама. Дальше. Так. Я подошла, сказала, что мама думала, прежде чем тут сказать. Вот. Вы нападаете. Вот. Вы здесь не говорите о себе, о своих чувствах. Вы сразу на маму, как бы, нападаете. Говорите о ней, не о себе. Это ключевая проблема. Вы же что-то почувствовали, когда, ну, это произошло. Вы же что-то почувствовали, когда она так сказала. Вот. Ну, я не знаю, вам было неприятно, может быть, вам как-то вот тяжело было. Вот. Вот. Может быть, ну, еще что-то, что-то было, да, как бы. Вот. Но вместо того, чтобы, вот, ну, условно говоря, да, маме сказать об этом, вместо того, чтобы маме об этом сказать, вы, как бы, вот, значит, на нее наехали. И, естественно, это может вызвать только агрессию в ответ. То есть, не очень понятно, в этом смысле, чего вы ожидали-то вообще. Вот. То есть, ну, на мой, по крайней мере, взгляд, да, вообще не очень понятно, чего вы ожидали. То есть, вы ожидали, что она, такая вот, согласится, да, вы ожидали, что она такая скажет, а, ну, да, да, извини, 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 пожалуйста, вот, ну, была неправа. Этого вы ожидали? Или че, или, или что, или чего? Вот. То есть, я хочу обратить ваше внимание на то, что вы тотально игнорируете здесь свои эмоции. что-то чувствуете, вы что-то ощущаете, когда вот это происходит. Это нормально, что вы, ну, что-то чувствуете. Это нормально, что вы что-то ощущаете. Вот. Это абсолютно нормально, но то, как вы обращаетесь со своими переживаниями, то, как вы обращаетесь со своими чувствами, вызывает серьезные вопросы. понимаете, да? Какая шпук. Вот на это я бы и хотел обратить ваше внимание. Дальше. Так. Значит, это все при его родителях моей сестры. Ну, опять же, вы здесь как будто бы обвиняете маму. Вот. Что, мол, это вот при родителях, там, при других людях. Но обратите внимание на то, что вы, в общем и целом, сами тоже как бы маме говорите об этом. Вот. При том, что, ну, опять же, ваш муж знает вашу маму не первый день. И я, знаете ли, не могу поверить, что подобного поведения от нее вы не ожидали. Вот. Я, честно говоря, думаю, что нельзя не ожидать такого поведения от человека, который, ну, ведет себя определенным образом. А она ведет себя именно, именно так. Вот. Так что здесь к вам вопрос. И вопросы серьезные, да? Из какого чувства вы это сказали? Да? То есть, совершенно очевидно, что, как-то вот, опять же, вот тот самый набор. То есть, сборная солярика получилась. А потом он повез ее домой. Так а был ли у них конфликт-то вообще? Если он не домой повезет. Откуда вы знаете, что его это задело? Опять же. Почему ваш муж не принимает, как бы, свою, ну, свою комплекцию? Вот. То есть, это его проблема уже, не ваша. Дальше. Так. Она что-то еще сказала по поводу него. Приехали, значит, ей срочно пора было снести куда-то входную дверь. Кто куда приехал, уже непонятно. Потому что, если они уехали к маме домой, откуда вы знаете, что они приехали, откуда вы знаете про входную дверь. Ну, ладно. Да, она предложила помощь, но какой нормальный мужик согласится. Не знаю, как-то вы за своего мужа решаете, вот, как-то вот вы, прям, настолько категоричны здесь, что он, честно говоря, мне становится не по себе. Опять же. Того, насколько вы категоричны. Аааа. Вообще-то, ну, вы сами говорите, что муж ваш не мог согласиться на помощь маме, эм, на помощь маме, ааа, потому что он тогда был бы не, ну, ненормальным. По факту, вы это говорите. Так, вы, как-то не знаю, определитесь, что ли, с тем. Вы о мужа беспокоитесь? Вы о мужа пытаетесь заботиться? Или вас волнует, чтобы он нормальным был? Вот. А то, честно говоря, как-то вот я немного, знаете, ну, запутался немножко. Дальше. Он понёс её один, при том, что она знала, что тяжело ему принимать нельзя. Ну вот, вы противоречите себе. Мышь приехал домой, я так и дал от него цветочек, я была уверен, что он привезёт, но этого не произошло. Почему вы ждали цветочек? Почему вы были уверены, что он его привезёт? Как вы сказали мужу об этом, чтобы он хотя бы знал о том, чего вы хотите? Не понятно, да? Напоминаю, что это был день рождения вашего сына. Как бы цветочки дарить на день рождения вашего сына, ну, можно, но, мягко говоря, неуместно. Вот. То есть тут у вас явно есть потребность во внимании со стороны мужа, но говорить об этом вы не умеете. Сказала почему, а как бы об этом был разговор. И его добило, что у нас семья такая и т.д. рассказала всё это в скандальной форме. Ну, понятно. Человек, как и вы, не умеет говорить о своих чувствах. Вам бы здесь вместе с мужем на психотерапию семейную. Мы поругались с ним. Какой ваш вклад в конфликт и ссору? Очень важно. Это, потому что нет никаких мы. Я поругался. Понимаете, в чём штука? Я поругался. Не мы. Когда вы говорите мы, вся ответственность как бы снимается с вас. Её нет ответственности. Когда мы. Только я. Я поругался с мужем. Почему? Потому что не умею говорить о своих чувствах. Потому что привыкла их отрицать. И потому что в глубине души я их вообще-то принижаю. Ну, обесцениваю. Щипать. Вот. Но признаться в этом себе я не могу. Признаться в этом себе я боюсь. Вот. А когда от меня будут все ноги вытирать. И, соответственно, я веду себя вот таким образом. Дальше. Я позвонил маме и сказал, вот обязательно было в этот день именно эту дверь нести и следить за своим языком. Да. То есть это классическая вот история, что... Ну, сорвали злость просто на другом человеке. На что я услышал ответ. Он говорит. Лично умрет вообще мне дочери больше нет. Ну, тут все находятся на взводе. Муж, естественно, на взводе, пока с ней говорила по громкой связи, накричала на неё. Да. То есть... Как бы это уже... Уже понятно. Тут вот скандал набрал обороты, и он должен выбраться. Но, повторюсь, проблема системная. Сказал, что я выбрала мать, я на её стороне, верю ей и т.д. А в итоге я остался виноватой и пред мамой, и пред мамой. Вы всегда виноваты, я думаю. И вы очень много злитесь. На самом деле, злость единственный ваш способ не быть виноват. Ага. С мужем мы на следующий день вроде поговорили, все более-менее наладилось. Как поговорили и что наладилось? Вот. Ну. Чего сделали-то? Каким решением пришли? О чем поговорили? С мамой мы так и не общаемся до сих пор. Это не мы. Нет никаких мы. Либо она выбирает не общаться с вами. И вы не принимаете её выбор. Вот. Или вы выбираете с ней не общаться. Ну, тут ситуация такая, что скорее всего она выбирает с вами не общаться, наказывая вас. Она вас пытается наказать. Вот. Штука такая здесь. Дальше. Ну, а вы чувствуете себя виноват. Сначала муж был категоричен, что дома у нас её больше не было. И внук мне не поедет. Ну, это злость. Я эту тему вообще недели три не поднимал. Ждала, пока отойдёт. Это очень тревожный способ решать трудный запрос. Меня, естественно, вся эта ситуация очень тревожит. Чем? Я понимаю, что это неправильно. Это мама какой пора ни была. Ну. Личные границы. Вам нужно работать с личными границами. Перед Новым годом я решил поговорить с мужем об этом. На моё удивление. Натреггер был нормально. Сказал, что если тревожит, позвонили сама. И набрала 31 декабря два раза. С разницей в пару часов ответа не получила. А ожидали, что получится. Ночь уже в Новый год ещё раз позвонила. Ничего. Отправила СМС тоже без ответа. Врожиство тоже. СМС завтра на дивносине. Я не знаю, как поступить. Как поступить, чтобы что? Подарок куплен, а стоит ли мне идти к ней? А что мчает? Она этого ждёт. Она ждёт, что вы будете извиняться. Она будет вас ругать, конечно. Может сестрой передать, чтобы избежать от чего-то. Вы от чего-то бежите. С сестрой похожие стороны, то есть по полгода не обижаются. Почему для вас тогда эта ситуация является какой-то необычной? Мама считает, что мы должны звонить первой приходить. Это её дело. Если ей не позвонишь, например, два-три дня ни разу, она больше трубку не берёт в виде пропущенной звонки. Классическая история манипулятора. Классная мне говорит, что как я могу жить, не звонить ей, не знаю, все хорошо с ней. Легко. Но вы чувствуете себя виноватой. Она как может так говорить? Да, только через злость, через злость, вы разрешаете себе быть собой. Ненадолго. Что не получается. Как она может говорить, что у неё больше не дочери? Легко. А как вы это воспринимаете? Вам больно. Почему? Может с внуком что-то в это время случилось? Оу, как интересно. А почему с вашим внуком должно что-то случиться? На сути вы обвиняете её в том, что ей на всех плевать. А что если так? Ну ведь очевидно, что человек в своей обиде ставит себя выше других. Но вам этого не признать. Вы пытаетесь заслужить любовь к маме. Сыной своего ребёнка. Эм, так, эм, я уже себя в расчёт не беру. Ну, вы довольно часто себя не берёте в расчёт, потом взрываетесь и скандалит. Гордость превыше всего. Непонятно про кого это, про маму или про вас. Она как будто перевоспитать пытается, прыгнуть под себя, но поздно уже за 30 лет. Да нет, не поздно, у неё получается. Вы же обращаетесь сюда. Говорить нет смысла, что-то ей объяснять, она всегда права. Объяснять нет, не целая работа с поведением и конструктивной коммуникацией вполне смысл есть. Ну, после того только как с вашими проблемами поработаем. Даже муж потом не признал, что ты приборщил, готов был извиниться. Только если она признает вину, но она её не признает. Это манипуляция, он знает, что она не признает, поэтому это просто слава. Вот. Вообще, как бы, ну люди, если они изменяются искренне, то всё равно на то, измениться ли другой человек. Как мне поступить правильно? Подскажите, пожалуйста, если меняюсь так подробно и издалека. На самом деле, вы повторяете мамин сценарий только потому, что спрашиваете, как поступить правильно. Нет никакого правильного поступка, есть то, как вы хотите поступить. Но чтобы так поступить, нужно взять ответственность за это. А вы ответственности боитесь. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова